добрый день уважаемые трейдеры инвесторы сегодня 16 марта среда представляю вашему вниманию очередной обзор рынка для компании инста форекс логотип который с большим любопытством и умилением вы рассматриваете у меня за спиной на ежедневной основе и так что сегодня интересно децб ужесточает доступ банковским услугам россии граждан россии и не резидентом ну на самом деле там не все так им кошмарно как кажется на первый взгляд все это делается ради того чтобы банки которые находятся в евросоюзе не попали под американские санкции против ну собственно если люди которые в этих банках переводят денежки будут переводить их другим людям которые находятся под санкциями вот такая хитрая схема вот ну и собственно немножко там ограничили переводы там до 100 тысяч евро ну как понимаете не у каждого есть такая сумма свободных денег вот но все же как бы свой ход децы бы выполнен что интересно увидеться бы вообще нет такой функции на самом деле что-то на банкам ну собственно выставлять такие требования поэтому ну скажем на уровне рекомендации но естественно банки хвосты поджали давай шерстить всех россия техническая идея по фонту канад очень интересный кросс который выкопал вчера в дебрях форекса вот и собственно вытащил на свет божий показать вам интересную торговую идею китае китае поддержал фондовый рынок сша до подросли китайские бумажки на вот но мне сейчас интересует только одна я хочу купить алибаба час по 70 там пять шесть очень интересный ценник затарится вот но конечно обменный курс драконовский драконовский даже инстафор сейчас меняет один сколько там по сотке да собственно там я покупаю ценные бумаги курс до сих пор 128 это конечно не very well вот но мы сегодня посмотрим в том числе на систему пополнения инстафорекс давайте переключимся графиков не посмотрим что сегодня можно потребить напоминаю что сегодня важный день сегодня фомочки друзья мои фомочки ставка напоминаю что американцы пришли на летнее время и собственно ставкой в 2100 по москве а пресс-конференция 2130 ожидается четверть базисных пунктов но могут поднять больше либо всех потом под напугать но на самом деле не завидуя сейчас чиновникам фрс почему потому что друзья мои сложности сложности инфляция прет если будет сильно затягивать гайками фондовый рынок вообще провалится в бездну так ладно начнем с золота на что по золоту наверное сегодня пропечатают торговую идею она мне что-то нравится я напоминаю что я очень хочу купить золото и делал это уже два раза два раза мне высаживала по стопу вот и соответственно я сейчас хочу пошире сыграть дело в том что золотишко прямо сейчас если брать последний импульс откатила на 50 по фиба если затарится здесь стейком за все-таки обновлением 2075 долларов по хаям то можно неплохо подзаработать ну что значит неплохо но я думаю что и со стопом порядка восьми тысяч пунктов до такой друзья мои бывает так может быть 15 и и даже выше ну то есть два к одному но в там полтора можно взять да не каждый может себе позволить такие стоп стопы но моя задача собственно над кукарекать эту торговую идею чтобы вы понимали что такое принципе возможно может быть даже на демо счете либо на каком-нибудь другом вы как минимум попробуйте такую торговую идею и почувствуете себя среднесрочным 3 дунишкой так дальше еврик еврик я рассказывал друзья мои о том что у евро есть ловушка не говорил об этом давно и часто у еврика но уже несколько дней складывается очень четкая ловушка по уровням поддержки сопротивления только ленивый трейдер сейчас не говорит шортить евро доллар потому что все индикаторы такие как магди шмагди стахастики и блохастики будут показывать на понижение вот но так как я в большинстве случаев пытаюсь торговать против толпы и против собственно тех анализа я считаю что мы можем сходить вот так и собственно отстопить те кто сейчас торгует по тех анализу устанавливая своими дрожащими ручонками стоп приказы на уровень 111 который является четким ясным понятным технически как все по учебнику уровнем поддержки сопротивления за которым сам бог велел поставить стоп лосс при поиске шартовых тенденций скажем так поэтому я думаю сегодня вынесут похороним сегодня-завтра не знаю но может быть не не отсюда суд но как бы я говорил о том что рада что есть импульс вот есть откат 50 процентов и так те кто купил от него вот уже на 40 должны быть в плюсе а тейк у нас под 180 по четвертому знаку дальше фунтиара 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 примерно та же самая история тоже тот же уровень зеркальный вот вполне себе он может здесь от от отбиться ну возможно это произойдет на сегодня на фонках на самом деле в чем интрига интрига в том что вот фрс подымет ставку впервые там за много лет ну и что никогда не поднимал ставки или он сделал это неожиданно как тоже там делал раньше да то есть он не собирался не собирался поднимать бах поднял все в шоке давай закрывать позиции открывать новое переворачиваться перед что-то там замыкаться и так далее нет все знают что что фрс будет поднимать ставки многократно в этом году начиная с марта об этом было известно еще в октябре ноябре понимаете но что может быть здесь чего такого такого что вот подымет ставки все доллару крепится и все будет падать дальше я считаю что падение уже заложено вот этот весь тренд который мы видим там с октября там июля там так далее это все уже заложено заложено вставку сейчас начнут поднимать ставки и доллар на доллар начнет ослабляться я вообще этому не удивлюсь хотя многие обычные финансисты экономисты скажут как же так возможно если ставки подымают то валюта укрепляется а если у нас доллар состоит качестве котируемой валюты то по идее евро по которой ставку не подымает а по доллару где ставку подымают должна иметь нисходящую динамику потому что друзья мои евро доллар это дробь где если у нас числитель даже константа знаменатель будет постоянно увеличиваться то час на этот от этой дроби будет иметь собственно нисходящую динамику для кого-то новость поставьте лайк под этим видео но так было раньше друзья мои а сейчас немножко времена другие я уже неоднократно видел по тому же евро как при начале поднятия цикла поднятия ставок мы имели тренд совсем другую сторону в данном случае бычего по евро доллару я это показывал не раз ну если как-нибудь хотите могу вытащить этим свои записи на свет божий еще раз если вы напишите под этим видео этот вопрос так дальше доллар иена доллар я не говорил о том что иена вторая цель по иене это вершина вот здесь вот шестнадцатого года на вот он шестнадцатый семнадцатый здесь переходик вот иена прям поджимает поджимает почему слабеет иена но по напоминаю что в пятницу ставка по иене если японцы подымут ставку то этот инструмент упадет но до пятницы как понимаете еще есть время потому что сегодня среда и я думаю что те кто хочет поиграть в перекупленную перепроданность могут сделать вот здесь вот такой финт ушами и оттестировать собственно 118 уровень в наборе назад но я говорю что это опасный инструмент трендовый вот но при этом при этом есть кросс курсы с иеной которую которые у которых тоже такая пограничная ситуация и они более безопасны нежели этот инструмент давайте перейдем к этим красам и посмотрим и один из них прямо сейчас у нас штурмует хая 21 года это канадец иена я говорил вчера собственно и рисовал ситуацию до когда этот инструмент подрастет пробьет и он уже практически тут пробил после чего можете набирать этот инструмент шагом не менее 50 пунктов ну можете начать с 30 потом если будет переть против вас шаг надо увеличивать а не уменьшать потому что естественно вы начнете подваливать мартина вот я это нужно делать исключительно на повышающемся шаге то есть 30 50 там 100 пунктов вот и тогда удача вас ждет инструмент качественный очень любит оттестить свои зеркала вот как-то делал не раз и не два и мы с вами собственно на этом уже зарабатывать поэтому канадец иены начинаете набирать можно с текущих цен можно дождаться пробоя вот и набирать его шарты франк иена тоже бычет тоже бычет но пока еще не не доползла до 127 уровня где мы тоже можем набирать но обратите внимание франк иена отработала свое свое зеркало буквально вот здесь да сколько там на полтишочек поднимались и сдулись ну неплохо следующая цель 127 так канадец франк канадец франк тоже прет прет видно что франк просаживает но этот инструмент конечно набирать повыше повыше вот 75 уровень только здесь не раньше новозеландец канадец пока под сдулся не трогаем его будет расти будем продавать в этой зоне покупать в этой не раньше новозеландец франк тоже подваливает дальше идет в космос будем продавать его выше доллар франк вот доллар франк уже интересно вчера правда дал пин бар пин бар посмотрим кстати как он все таки вот это зеркало сядет он на него и либо нет залет был у солдата на сколько там но опять же на полтишочек но это буквально может одна-две сделочки упадет ли на зеркало либо нет если упадет это будет интересно но мы уже здесь не зайдем наша задача отработать пробой 21 года это возможно сегодня быть на будет на ставке либо ближайшее время так на ауди кат ауди кат пока пока тоже под сдувается под сдувается довольно много прошел но как говорила софия ротара в своей песне этого мало этого мало потому что для захода нужен не только проход но еще и пробой пробой у нас был собственно мы здесь одной сделочки зацепились но пока пока ничего интересного нет потому что ну чем упали здесь там на всколько 260 пунктов ну как-то как-то не очень хотя я знаю некоторые управляющие уже набирают этот инструмент ланги я не очень хотел бы это делать я жду астралица новозеландца выше 108 чтобы здесь поработать на понижение вот слава богу остановил по остановил свое падение надеюсь подрастет в эту зону дальше дальше пошли у нас опасная краса такие как еврокат еврокат только ниже минимума текущего года дальше еврофранк та же самая история но он правда растет и здесь кстати он дошел до своих зеркал всех которых только можно очень качественно мы его здесь потрепали на недельном таймфрейме европольский злотый наверно мы никогда не увидим снова пятюню вот но если мы увидим мы уже знаем что делать так фунт иена фунт иена пытается штурмовать свой 158 уровень ну как минимум туда посматривает посматривать своими британско-японскими глазами вот но здесь у нас план не меняется так 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 и еще один кроссик надо его вытащить вытащить где он тут блине она не вытащим давайте чтобы чтобы не изобретать велосипед нажмем статью я собственно все покажу фунт иена фунт иена откуда его взял собственно я просматривал счета таких более-менее серьезных управляющих на mql где ну в основном там сеточники конечно вот и там есть кнопочка посмотреть сделки я как-нибудь научу вас это делать в одном из кстати мастер-классов вот и я обратил внимание что 11 управляющий трепает трепает фунт канадец вот я посмотрел его на недельном таймфрейме и конечно обалдел вот он этот инструмент до фунт канадец но дневной таймфрейм вместе даже с брексе там по из брексе там говорю с кризисом двадцатого года очень здорово очень здорово стоит у него примерно десяточка в своем канале стоит и сейчас вот фунт канадец давит на собственно нижнюю границу диапазона вот ну фактически давит на на двадцатый год уже пробивал двадцать первый возвращался после него я и начинает давить сюда из я думаю можно его набрать в этой зоне от границ вот либо от текущего пробоя либо дальше ну вот он такой прям очень четко сколько здесь уже но это двадцатые двадцатые до этого ну собственно начиная с брекс это он довольно довольно комфортно себя чувствует вот в диапазоне в десяточку и по большому счету если вы здесь наберете можно не только на зеркале выйти но и вообще там до верхней границы соответственно вы можете сказочно обогатиться кто поддерживает эту идею поставьте лайк под этим видео поэтому я написал будьте внимательны готовьтесь по этому инструменту я его добавил свой список но где-то он у меня терминале под затерялся так нефть нефть после обвала до 90 дай бог трех четырех сейчас подрастает невероятное движение невероятными нигде никто не пишет почему это происходит в комментариях под видео я вижу что сша договорились с венесуэлой там по поводу поставок нефти похожий на нашу да вот с другой стороны естественно что сша активизирует иранский иранскую проблему до ядерную программу то иран был корнем зла им и собственно все все элементы про в европе были направлены против ирана а теперь они оказываются против россии вот а иран для сша теперь друг ну в общем все как обычно ну вот сша с сша с ираном договаривается с венесуэлой договаривается ну вот ну собственно это единственное объяснение после чего которое привело к падению нефти на там 30 сколько до 90 почти на 40 долларов на 40 долг напоминаю напоминают для тех кто в танке и те кто сейчас смотрит ролики в том числе там тик токовские всякие различные вирусные да как на американские водители подходят к заправкам и начинают они материться на своем непонятном языке обвиняя собственно россию россию в том что они видят такие мрачные ценники в своих на своих бензоколонках и говорят что в этом все виновата россия друзьям и напоминаю что эмбарго эмбарго на поставку российской нефти ввел президент сша джозеф байден есть такой старичок и собственно это произошло друзья мои 8 марта 8 до 8 марта в такой интересный веселый денек собственно в этот день именно в этот день когда это произошло по идее цены должны быть очень высокие и как предсказывал александр новак есть такой дядечка у нас в руководстве газпрома цены после этого должны быть 300 400 долларов за баррель ну так вот когда джозеф объявил о эмбарго нефть после она во первых сразу упала после эти сразу упала я тогда говорил блин как же американцы не смогли сначала договориться с венесуэлой либо там с ираном а потом уже что-то вводить потому что это логично да то есть вы сначала договариваетесь под как говорят говорится подстилаете соломку а потом уже собственно на нее падаете вот но нет то есть в момент объявления движения вниз проходит азиатская сессия азиатская открывается европа и начинает все валится вниз мрачного лица вниз что я ну во первых вот это падение я не понимаю я не понимаю все говорят что падение началось потому что не договорились вот здесь вот было только объявление то есть байден вот здесь выступил и пошел на электрофорез понимаете и после и на следующий день получается утром началось движение вниз ну я считаю что здесь либо какой-то замут дали какой-то замок либо одно из двух но уж никаким образом никаким образом скажем так грубо говоря русские не виноваты в том что в сша бензин стоит в 10 раз дороже или уже даже в 15 раз дороже чем стоил раньше в этом собственно виноваты те кто этот кризис породил в сша да и кто раскрывал запасы там и так далее то есть это движение от эти ценники которые они сейчас видят это результат предыдущих многомесячных действий администрации джозефа так но мы идем дальше так чем мы идем дальше нет у нас же сейчас на же сейчас нефть только прошла рублик рублик на форексе чуть чуть дороже 100 долларов 100 долларов и это любопытно друзья мои знаете почему потому что потому что этот курс сейчас поддерживает компании инста форекс представляете я учил зашел зашел в пополнение через киви забил в долларах соточку а сумма к плате 10 800 это прям классно это именно тот курс именно тот курс который сейчас вот показывает на самом деле это классно то есть грубо говоря я пытаюсь в тенькове поменять деньги 128 а здесь 108 ну как бы здорово здорово так ну что у нас дальше идем мы к фондовым американским индексом snp nasdaq растут до на инста форекс сегодня открылись гепиками это хорошо кстати я говорил о том что друзья мои подбирайте индексы на пробоях лаёв это кто вчера это сделал те имеют по nasdaq уже почти 8000 в плюсе пунктов и это прям здорово и это может закончиться очень высокими ценами вот ну стокс тоже в космосе все это классно китай китай там помог ну и с другой стороны заявление советника зеленского о том что какие-то сближения по поводу переговоров начинают какие-то конкретика начинает появляться но хоть какой-то позитив для рынков и собственно мы видим хорошее хорошее движение так что касается крипты и крипты и крипто крипто бьется в треугольнике но я буду рассматривать bitcoin то что все остальное тупо коррелирует нет смысла вообще больше ничего смотреть не выходит ни вверх ни вниз вот это в этот флэйт по пожирающие трендовиков есть что кто-то заряжается в шарты кто-то в ланге ничего никуда не идет народ просто терять деньги к сожалению на на рынке есть по простому по простому говоря две фазы накопления и распределения сейчас рынок идет фазе накопления накапливается накапливается распределяется накапливается распределяется накапливается и потом распределяется но куда распределиться никто не знает в этом вся интрига валютных на рынках так 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 все остальное у нас пока. Кстати, а что там DAX? DAX, красавчик, красавчик, бахнул, бахнул. Кто набрал от уровня, те красавчики сейчас в плюсе. Кстати, напишите, кто вообще трепает индексы по моим рекомендациям. Так, давайте перейдем к ответам на вопросы на YouTube-канале по вчерашнему видео. Поехали. Владимир Андреевич, деньги можно бросать на счет в InstaForex через Kiwi. Кстати, да, это хорошо. Приходят быстро, но есть небольшая комиссия. Да, да, я тоже пользовался этим способом. Комисс есть, но кому надо поскоречку, Kiwi рулит и пока работает. Так, ну и да, и то, что я сегодня показывал, курс офигенный просто. Да, вот я забиваю 100 долларов, ну, допустим, не знаю, ну, 1000 долларов поставлю вот вам прямо сейчас. Kiwi, да, вот 1000 долларов. Сколько у нас там? 108 тысяч рублей. Ну, это а здесь можно, что тут? Введенное значение. А, маленькие суммы, да, 200. Ну, давайте вернем соточку, чтобы не пугать россиян или кто-то у нас смотрит. 100 долларов, вот, 10800 рублей. Это классный курс, друзья мои, это очень классный курс. Пользуйтесь, пока работает. Так, так, так. По по СП, надеюсь, разворот. Да, да. А, на разворот от 4000 по СНП, я так понимаю, вы говорите, да? Так, что-то, что-то какие-то ценники непонятные. Давайте посмотрим. Надо, надо, надо работать здесь сеткой, сеткой, сеткой. Ну, 4000. Ну, а почему 4, почему не 2, почему не 3, почему 4, что за число такое магическое? Профукаете наборы, надо набирать, вот, пробои есть, набрали, пробои есть, набрали. Набирайте по самым шоколадным ценам сетками. Даже индексы, не надо там искать, там, какую-то идеальную, там, последний минутный пинчик 10-секундного таймфрейма вы там счастья не найдете. Так, так, в Тезер комиссия за проверку 150 долларов. Роман, что за чушь какая-то? Что за проверка? Проверка чего? Анализов? И сумма не возвращается. Я не понимаю, что это. Я пользуюсь Тезером. Вот, я с ИнстаФорекс в основном вывожу. Вывожу 2-3 раза в месяц. Последний раз выводил неделю назад. Все пришло. Комиссия 1 доллар. Вот. Вот вчера решил записать видео по заводу. Деньги, ну, отправил, да, с криптокошелька, но они еще не пришли. Ну, ИнстаФорекс бывает, там, счет попадает, ну, там, на проверку. Кто, кто часто гоняет деньги, такие, как я, например. Ну, вот, они, собственно, их проверяют. Даже меня проверяют. Не жулик ли какой-нибудь, там, попался. Вот. Ну, собственно, пока не пришли, но я сомневаюсь, да, я, собственно, кинул туда сотку, да, и что, вы хотите сказать, что с меня, что я теперь еще и должен им полтинник за какую-то проверку? Я не нашел вообще информации, что такое проверка 150 долларов. Никто вообще в индустрии сейчас не работает с такими комиссами. Максимальная комиссия, и то, там, даже если через Тезер, через, там, по-моему, ЕРЦ 20, пятнашка, 15 долларов за коми, за транзакцию, а в сети Трон, ТРХ, комиссия 1 доллар, 1 доллар. Так, ну, так же давно, и, собственно, ну, я же говорю, неделю назад я, я именно выводил с такой комиссии, а вчера я заводил с этой комиссии, но пока еще не пришли. Вечером было. Так, Серега, Серега, здравствуйте, не совсем понимаю площадки, что и с чем их едят? Их не надо есть. Понимаю, что тут какие-то экстремумы, но еще определить, качественно или нет, не совсем понятно. Качественно или нет, это, ну, скажем, многократные подходы, от двух раз, если цена подходит к уровню и не пробивает, то мы считаем это площадкой, и, собственно, считаем этот уровень целью. Целью. То есть, это хорошая цель, что цена этот уровень рано или поздно пробьет. Вот и все. И мы, собственно, в эту сторону ищем импульс и с отката заходим, собственно, на пробой этого фактического уровня, который мы называем площадкой. Площадка – это от двух раз подходы на дневном таймфрейме к уровню. Так, Андрей, добрый, благодарю за анализ. Да, вам, пожалуйста. Так, здравствуйте, Андрей. Если вы не ответите, обиды не будет, кроме трейдинга, есть ли какой-нибудь доход? Конечно, конечно, друзья мои, чем больше у вас разных доходов, пусть даже небольших, помимо трейдинга, тем ваше психологическое состояние будет лучше, лучше. Потому что, если вы останетесь один на один с торговлей, обязательно напишите мне, я дам вам денег и буду торговать против вас, потому что вы будете лить, как из ведра, потому что такова человеческая психология. Так, в принципе, на этом все, друзья мои. Напоминаю, что основным событием сегодняшнего дня является фонг и процентная ставка, которая будет объявлена 21.00 по Москве, 21.30 в пресс-конференции ФРС. Активность будет в это время повышенная, поэтому пристегните ремни и держитесь крепче за стул. На этом у меня все. Понравилось видео ставьте лайк, пишите комментарии и до встречи завтра утром на очередном обзоре для ИнстаФорекс. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok